Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Уникальные для города проекты. Глава Самары Елена Лапушкина побывала на стройплощадках будущих школ. Безопасное возвращение к работе. Городские власти проверили, как на самарских предприятиях соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование. Федеральная поддержка. В больницу имени Середавина поступили новые аппараты ИВЛ. От дверных ручек до лестничных площадок. В городе продолжается дезинфекция жилых домов. Покос травы и кормление домашнего скота по расписанию. Повлияла ли пандемия на жизнь самарских деревень? ЕГЭ будет проведен по всей стране. Он стартует 29 июня. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования. Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать те, кто планирует поступать в ВУЗы. А аттестаты будут выданы всем выпускникам. Зачисление в ВУЗы пройдет в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в последний месяц лета на оставшиеся в ВУЗах места и начать учебу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен. А слухи о том, что традиционная система образования станет дистанционной, не имеют под собой никаких оснований, заметил президент. На пятой просеке приступили к строительству новой школы. Здесь появятся два современных корпуса. Начнут строительные работы с возведения здания для начальной школы. В нем разместят 600 малышей. Сейчас же почти готов котлован. Чтобы убедиться, что все идет по графику, на место приехала глава города Елена Лапушкина. Вместе с ней на стройку отправилась и наша съемочная группа. На месте бывшей турбазы «Экономисты» еще вчера корчевали пни, а сегодня развернулась строительная площадка. Здесь уже почти готов котлован под фундамент первого корпуса, в котором разместится начальная школа для 600 малышей. Здание должно быть сдано уже в этом году. И еще одна школа на 1200 мест появится на мехзаводе. Огромный корпус уже готов. Сейчас там приступили ко внутренней отделке. Новый абсолютно проект. И он будет, мне кажется, очень интересный. Там большие спортивные залы, там очень красивый и большой концертный зал. Даже не могу его назвать актом, потому что он очень большой. Он будет насыщен такими серьезными спортоядрами. Это можно будет заниматься и футболом, можно будет заниматься другими видами спорта. С 1 июня здесь стартует благоустройство. Оно пройдет в несколько этапов. Начнут со спортивной зоны. Начальник участка Виктор Тетерин в профессии уже больше 30 лет. За эти годы строил дома, офисы, детские сады и школы. Рассказывает, сейчас работа идет полным ходом. Заливают пол, штукатурят стены, фасад приводят в порядок. В целом сложности объект не вызывает, говорит строитель. Напротив, поработать здесь интересно. Сейчас на строительной площадке школы на мехзаводе работают два подрядчика. Один производит внутреннюю отделку, другой отвечает за благоустройство прилегающей территории. Важно контролировать их взаимодействие, подчеркивают городские власти. Пока это удается. Строительство идет по графику, отставаний нет. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Дом на Самарской 192 не признали аварийным. А значит, его жильцам больше не о чем беспокоиться. Сегодня в администрации Ленинского района прошло заседание межведомственной комиссии, представители которой поставили окончательную точку в этом вопросе. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Дом на Самарской 192 построили в 1903 году, но несмотря на это он по-прежнему пригоден для жилья и является украшением Ленинского района Самары. Заявление на признание дома аварийным поступило от одного из собственников квартир. В одночасье жильцы забили тревогу, но их опасения не подтвердились. Жители встречались и управляющий микрорайон, и депутат округа, и лично я встречалась с жителями, где все объясняли, предоставили техническое заключение, результаты технического заключения, выводы, которые там прописаны. Поэтому совершенно непонятно вот те слухи негативные, которые возникли на фоне этой ситуации. Такое впечатление, что действительно за этим скрываются чьи-то интересы, и жители специально негативно настраивали, выплеснули все это в публичную плоскость, совершенно без оснований. По решению межведомственной комиссии, на которой присутствовали все жильцы, вопрос о признании дома аварийным закрыли окончательно. Я думаю, должен воздействовать здравый смысл, и комиссия должна принять решение, на мой взгляд, это по пункту 2, это не признавать дом аварийным, но ходатайствовать о проведении капитального ремонта в этом доме. Могу сказать, изучив техническое обследование, могу сказать, что об аварийности речи не идет. То есть оно подлежит капитальному ремонту, это здание. Возможно там провести капитальный ремонт и жить прекрасно дальше. Местные жители остались довольны решением комиссии. Решением сегодняшней комиссии я абсолютно удовлетворен, так как я полгода назад приобрел в данном доме квартиру. Непосредственно я долго выбирал, смотрел, квартира была взята в ипотеку. Нам очень повезло, что мы все жильцы сплотились еще больше. У нас очень дружный дом и так, в принципе, но мы сплотились еще больше и одной силой пошли на защиту нашего дома. Я очень рада, что это оказалось действенным. Решение, которое приняли члены комиссии, позволит сохранить жилой дом в надлежащем состоянии, а жильцы и собственники квартир будут чувствовать себя в безопасности. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Предприятия Самары проверили на соответствие требований санитарной безопасности. Городские власти изучили, как организована работа в условиях пандемии. О результатах проверки главы районов доложили на городском штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Самары под председательством главы города Елены Лапушкиной. Напомним, накануне губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров не исключил вероятность ужесточения ограничений. Это связано с тем, что угроза распространения коронавируса еще не миновала. На сегодня в Самаре работает 85 крупных предприятий, где трудится более 60 тысяч человек. Для организации работы на производство всем сотрудникам измеряют температуру, везде установлены санитайзеры, соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование. Абсолютно все предприятия надо проверять на соблюдение требований Роспотребнадзора. Магазины, сейчас у нас с вами открылись магазины площадью до 400 метров. Их надо тоже в чувство привезти, они впервые там зашли, возможно, не все требования, ничего знают. За последние сутки в Самарской области коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 74-х человек. Больше всего заболевших в Тольятти, 29, 16 случаев в Самаре, 11 в Сызрани, 7 в Новокуйбышевске. Новые данные сообщили в областном оперштабе по противодействию распространению новой инфекции. Число зараженных коронавирусом с начала пандемии в регионе достигло 1740 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 539 пациентов, а 13 человек скончалось. В России за сутки зафиксировали 8849 случаев COVID-19, всего заболевших с начала пандемии 317 554. Из них более 92 тысяч выздоровели, а 3099 пациентов скончалось. Индекс самоизоляции в Самаре по данным сервисов Яндекса на 18 часов составил 1,8 балла. Это значит, что на улице очень много людей. Индекс – это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов. По итогам 20 мая индекс составил 1,6 балла. Это на 0,9 балла больше, чем в обычный день до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,9 балла. То есть изменения в Самаре примерно такие же, как в среднем в других крупных городах. По среднему уровню самоизоляции Самара занимает 6 место в рейтинге среди 15 городов-миллионников. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске – 1,3 балла – возглавил рейтинг «Москва» с 2,2 балла. 15 новых аппаратов ИВЛ поступило в областную больницу имени Середавина. Новое оборудование закуплено за счет федеральных средств. Сейчас в больницах, перепрофилированных под лечение больных с COVID-19, установлено 766 аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом за счет федеральных средств предусмотрена поставка дополнительного оборудования, среди которого компьютерный томограф, мониторы пациентов, увлажнители кислорода, аппараты УЗИ, рентгены и другая техника. Напомним, благодаря решениям президента России Владимира Путина поддержке федеральных ведомств и областного правительства на переоснащение учреждений здравоохранения Самарской области выделено более полутора миллиардов рублей. Дезинфекция в усиленном режиме. Самару отмывают шампунем и обрабатывают хлоросодержащими препаратами. Всего в городе 1237 улиц, из них половина с твердым покрытием. В общей сложности с начала антикоронавирусной кампании каждый из них подверглась санобработке не менее трех раз. Особое внимание подъездам многоквартирных домов. Проведение дезинфекции в них должно быть подтверждено документально. Олег Зверев уже не в первый раз наблюдал за тотальной санобработкой. Председатель Совета дома расписывается в акте приема выполненных работ. Все сделано качественно и добротно. В подъездах дома по улице Новосадовой, 25, сегодня в очередной раз провели дезинфекцию. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, контроль за дезинфекцией в жилом фонде усилен. И подпись представителей дома обязательно. Глава Самары Елена Лапушкина поручила руководству внутригородских районов следить за исполнением требований. Надежная защита на самом деле. Делают у нас обработку каждый день. Делают ребята, приходят в костюмах. Подписывают каждый представитель подъезда. Эти графики мы все видим, подписи все видим. На обслуживании этой управляющей компании 42 дома в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары. Дезинфекцию проводят ежедневно. Опрыскивают и протирают перила, почтовые ящики, поручни, дверные ручки, кнопки в лифте и на домофоне. Используют специальный хлоросодержащий раствор, одобренный Роспотребнадзором. Хлоросодержащие таблетки, которые мы закупаем, они есть разные, с запахом и без запаха. Кто какие просит из жильцов, такие и добавляем. Трое сотрудников обрабатывают все эти дома. Как вы могли видеть, на подъезд уходит около пяти минут. То есть все 42 дома за день к 15 часам обработаны. По желаниям жильцов, управляющая организация идет навстречу. Хлор, он как бы имеет свои последствия для дыхательной системы, но дезинфекция сейчас необходима, поэтому мы терпим. С 30 марта проводится и регулярная дезинфекция уличной дорожной сети, парков, скверов, набережной и остановок общественного транспорта. В респираторах и костюмах химзащиты дорожные рабочие каждый день выходят на борьбу с вирусом. В общей сложности каждая улица подверглась дезинфекции не менее трех раз. Обрабатываем дорогу специализированным шампунем ежедневно, а остановки обрабатываем разрешенными средствами хлорамид-Б, либо гипохлорид натрия. В день работают в предприятии на обработке 14 машин для обработки уличной дорожной сети и в каждом районе по одной единице техники для остановок общественного транспорта. Автопоезд проезжает перекресток, направляя потоки воды со специальным шампунем и хлоросодержащими средствами, так, чтобы промыть и продезинфицировать территорию даже под припаркованными автомобилями. Перед этим и после по возможности запускают дорожные пылесосы, причем дезинфицируют не только дороги с твердым покрытием, но и пятой категорией в частном секторе. По мнению жителей Самары, водные процедуры городу идут на пользу. Это же очень хорошо, что в нашем городе Самара есть такие учреждения, где добросовестно относятся к своим обязательствам и убирают наш прекрасный город, дезинфицируют в связи с нашей эпидемией. Это правильно, нужно ухаживать за нашим городом. А дезинфекция в это время насколько необходима? Ну, конечно, необходимо, она всегда необходима. Даже не конкретно в это время, она всегда необходима, потому что болезни у нас разные имеются, да, и в любом случае нужно дезинфицировать наш город, чтобы люди как бы дышали свежим воздухом. Дефицита препаратов для мойки и дезинфекции нет. Контракты на поставку муниципальные предприятия заключили. Кроме того, проводить дезинфекцию городу помогают армия и МЧС. Олег Зверев, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Деревенская жизнь на самоизоляции совсем не похожа на городскую. Несмотря на то, что люди не пренебрегают средствами индивидуальной защиты, им приходится заниматься тяжелым физическим трудом ежедневно. Анатолий Головко отправился в небольшую деревушку Качкиновка и узнал, как местные жители спасаются от коронавируса. Айдай, айдай, айдай. И сюда. Запах свежескошенной травы, просторные зеленые поля, чистые реки и свежий воздух. Для жителей каменных джунглей во время пандемии это скорее предмет мечтаний. Для фермеров повседневная реальность. Пенсионер Зайнула Бакаев занимается сельским хозяйством практически с пеленок. Сейчас у него своя небольшая ферма, где работают его жена, сыновья и внуки. Мужчина разводит бычков, лошадей, свиней, баранов и птиц. Одним словом, отдается любимому делу на все 100%. Его сыновья выращивают траву на сено и подсолнечник в полях. Выращивают скотину. Зайнула признается, за год ему удается производить до 10 тонн мяса. Но основной источник дохода все-таки дает земля. Сейчас вот единственное у нас в христианском хозяйстве это вот такой дабельный подсолнечник. Вот она отдает какой-то доход. Вот у меня 500 гектаров земли. Работаем на этом полях, корма сами закодавляем. Жизнь деревни совсем не похожа на городскую. Люди здесь привыкли к тяжелому физическому труду. Они встают с восходом солнца и работают до позднего вечера. Утро в деревне начинается очень рано, ведь уже в 5 часов фермерам нужно накормить бычков, свиней и домашнюю птицу. А после этого они отправляются в поле. Недавно к Зайнуле приехали внуки. Они перебрались в деревню к дедушке из-за пандемии коронавируса. Старшая Делиара решила пойти по стопам родственников и поступила в аграрный университет. Сейчас девушка занимается домашним обучением. Одним словом, постигает науку не только в теории, но и на практике. Нам присылают задания в электронном виде, также в электронном виде мы их отправляем. У нас есть своя система оценок, по которым потом позже будут выставлять нам зачеты и уже в следующем будет сессия. В семье Бакаевых все профилактические меры соблюдают и пользуются средствами индивидуальной защиты. Ходим в маски, моем руки, очень часто антисептики, естественно. Бакаевы уверены, если ты твердо стоишь на земле, то есть живешь и работаешь на природе, никакой вирус не страшен. Ну так оно не страшно, что-то нет. За болезнью маленькой, там вон полын растет. Питым приемом и пошел дальше. Работа на земле дает силы и вдохновляет на творчество. Когда отец работает в поле, девушка сама садится за руль и отвозит ему обед. Пандемия не нарушила привычный ритм жизни семьи Бакаевых. Человек, который работает в Самарском крае, способен побороть любой вирус. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Волонтеры акции «Мы вместе» продолжают поддерживать людей на самоизоляции. Помогают собирать продуктовые наборы неравнодушные жители. Помощь уже оказана десяткам семей. Продукцию развозят еженедельно. Мэри Елчан расскажет подробнее. У старшего сына Людмилы Бурмистровой день рождения. Визит волонтеров для семьи стал настоящим сюрпризом. Продукты, которые они принесли, оказались очень кстати. Признается многодетная мама. Женщина воспитывает четырех детей. Поддержка им сейчас нужна. Помощь огромная, потому что мы себе, к сожалению, такое позволяем. Крайне редко. Для нас это праздник сегодня. Спасибо большое. Благодаря всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы поддержать их в период пандемии. Собирают самое необходимое. Крупы, подсолнечное масло, сахар, соль и сладкие продукты. Все это купили неравнодушные жители Самары. Тележки добра стоят в гипермаркетах города. Пополнить их может любой желающий. Мы помогаем людям, чтобы у нас было меньше заболевших, чтобы все думали о своем здоровье, чтобы меньше выходили из дома. Поэтому помогаем с продуктами, лекарствами, оплатой счетов, вынос мусора. Любой помощью, чтобы людям было легче. Готовы протянуть руку помощи и владельцы частных сыроварин. Например, благотворитель из Волжского района каждую среду выдает 20 литров молока. По 10 килограммов творога и сыра. Молочной продукцией уже обеспечили свыше 30 семей. Мэри Илчан, Василий Кладашов, События. Ежедневно в штаб-акции «Мы вместе» поступают несколько десятков звонков. Чтобы добровольцы могли оперативно доставлять продукты и лекарства, к акции присоединились несколько таксомоторных предприятий города. Насколько теперь оперативнее заказы доставляют адресатам, узнала Лариса Шлафаст. Здравствуйте, это волонтеры. Здравствуйте. Спасибо большое. Продукты с доставкой на дом. В режиме самоизоляции Надежда Осетрова уже месяц. Она входит в группу риска, поэтому соблюдает все рекомендации и из дома старается не выходить. Необходимые продукты пенсионерке доставили волонтеры акции «Мы вместе». Всем нужна пожилым, потому что у всех здоровье уже неважное, я так считаю. И эта услуга, конечно, всем нужна пожилым. Самара присоединилась к всероссийской акции в начале апреля. Волонтеры помогли уже 55 тысячам жителей региона. Все заявки поступают в колл-центр. Здесь же формируют заказы и затем развозят по адресам. Когда только в конце марта-начале апреля акция начиналась, заявок было гораздо меньше. Затем их с каждым днем росло все больше и больше. Тем более в СМИ рассказывают об этой акции. Соответственно, еще больше пожилых людей узнают о ней, еще больше обращаются. Теперь доставлять еду и лекарства волонтерам стало проще. К акции присоединились несколько таксомоторных предприятий города. Такси довозят добровольцев до места назначения бесплатно. Каждый день забираем, то есть забираем, отвозим на работу, с работы увозим по домам и по домам ездим, развозим продукты. Необходимо сохранять рабочие места и поддерживать водителей. Машины в любом случае выходят на линии, у нас есть свободные ресурсы, за счет этого мы помогаем волонтерам. Штаб акции «Мы вместе» продолжает работу. Связаться с волонтерами можно по номерам телефонов, которые вы видите на экране. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Задержали по горячим следам. В Куйбышевском районе Самары поймали преступника, обокравшего квартиру на первом этаже дома. Преступление произошло ночью, а уже спустя несколько часов подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Подробности в нашем сюжете. Хозяева одной из квартир Куйбышевского района Самары утром обнаружили, что ночью их ограбили. Исчезли мобильные телефоны и планшет. Пострадавшие сообщили в полицию. Но и без визита правоохранителей было понятно, что злоумышленник проник через открытое окно. Живем на первом этаже. Кот у меня решил подышать свежим воздухом. Мы пошли ему навстречу. Перед сном открыли окно. Благополучно легли спать. Утром проснулись и обнаружили, что отсутствуют гаджеты, которые лежали на кухне. Полицейские изъяли, оставленные злоумышленникам на окне отпечатки пальцев и следы от обуви, которые направили на экспертизу. Затем провели поквартирный обход и установили, что к совершению преступления может быть причастен местный житель. Начали отрабатывать лиц ранее судимых. Была получена информация в отношении одного гражданина. При проверке информации она подтвердилась. Гражданин был задержан. Оказался ранее судимый местный житель. В прошлом 60-летний мужчина был судим за серию хищений из квартиры многоэтажных домов, расположенных в Кубишевском районе, и всегда проникал в помещение через окно. Недавно мужчина освободился из мест лишения свободы, а в его квартире во время обыска обнаружили пропавшие вещи. Как совершили? Наскокол. Ну что сделали, скажите? В окно залез и украл. А что забрали? Телефоны. Признаете совершенным, что ли? Обязательно. Ранее судимый? Очень много. Мужчина пояснил, что собирался продать похищенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Виктория Шарая. События. Далее коротко о других событиях дня. В поселке Вентай локализовали пожар на складе пластика. Он произошел в ночь на 21 мая. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг БИС-2 из-за угрозы распространения пожара на соседние производственные помещения. Жилым домам ничего не угрожало, уточнили в Главном управлении МЧС по Самарской области. Для тушения пожара привлекли 89 человек и 18 единиц техники. Электробус на маршруте номер 108, губернский рынок, Южный город, перестанет ходить 18 июня. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Белорусский электробус привезли в Самару в феврале. Тестовый режим длился два месяца, после чего должны были принять решение о дальнейшем использовании электробуса. По словам представителей ТТУ, покупать транспорт пока не планируют. Однако в середине мая срок его эксплуатации решили продлить еще на один месяц. Стоимость проезда в электробусе составляет 32 рубля. Тесты футболистов-крыльев советов на COVID-19 отрицательны. Напомним, что весь штат Самарского клуба с 19 мая проходил обследование. Отрицательные результаты позволяют игрокам тренироваться в индивидуальном режиме не более двух человек. В пятницу 22 мая ожидается возвращение в Самару иностранных игроков и тренеров команды. Их доставит в Россию в специальный чартер, на котором в страну вернутся и игроки Уфы. После прохождения карантина и сдачи тестов иностранные игроки и тренеры смогут присоединиться к партнерам и продолжить подготовку к возобновлению чемпионата. В Самарской области полицейские задержали супругов, которые организовали нарколабораторию. Мужа отправили в СИЗО, жена находится под домашним арестом. Подпольную лабораторию они организовали в автозаводском районе Тольятти и производили в ней вещество под названием мифедрон. Наркотик они распространяли через интернет или с помощью тайников. При закладке одного из них наркодилеров и задержали. Полицейские изъяли у супругов более 175 граммов запрещенных веществ. Коронавирус изменил планы мусульман. Осталось несколько дней до Ураза-Байрама, исламского торжества в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Впервые в истории он пройдет в непривычном формате. Праздничную службу мусульмане посмотрят с помощью онлайн-трансляции. Собраться в мечетях у верующих не будет возможности из-за пандемии коронавируса. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!